Украина проведет, Харьков на звязку, Газманов слился, вдовы за моделизацию, бездомные на России. Эти и другие новости в сегодняшнем выпуске. Подписывайтесь на канал, пишите антирашистские комментарии и делитесь этим видео с друзьями. Поехали! СОЛДАТСКИЕ ВДОВЫ РОССИИ Тут одно из двух. Либо это фейковая организация, и таким образом Путлер пытается оправдать введение всеобщей мобилизации, которая 100% будет, уже есть неопровержимое подтверждение этого. Мобилизационной кампании больше не будет, и я должен вам сказать, что мы не будем все карты раскрывать. Либо это реальные вдовы, которые отправили своих орков в Украину. Те благополучно сдохли, и эти спятившие бабы от злости и обиды хотят мобилизировать чужих мужей. Что первый, что второй вариант гнусные и мерзкие. Но это Россия. Там иначе не бывает. Не смешно! Не поняли, да? Это Россия! Секундочку. Какой-то Пойло звонит, когда я видео записываю. Алло! Да, Сашенька, привет! Я не Сашенька, старый маразматик! Чем вы там занимались сегодня и вчера? Сегодня и вчера мы орков в пакеты упаковывали, и завтра этим будем заниматься. Ага. А что тебе больше всего понравилось? Больше всего понравилось? Ну, наверное, когда Крымский мост взорвался. Нет, нет, нет. Когда крейсер Москва ко дну пошел. Точно. Я знаю, вы выращиваете там огурцы, помидоры. Огурчиков пришлешь? Нет, огурчиков я не пришлю. А вот сто тысяч дохлых орков вышлю обязательно. Да, буду ждать от тебя тоже подарков новогодних. Ладно? Подарков? Ну, могу новый чемоданчик выслать. А то старый Пэди совсем засрал. Здорово. Говорящие усы, он же пресс-секретарь Путлера, наконец-то осознал реальность происходящего. Почему мы движемся, на ваш взгляд? Все только хуже будет становиться дальше. Ну, мы не движемся, мы уже приехали на станцию под названием «Конфронтация». Нас никто не любит, и любить особо нас не собирается. Конечно, вас террористов никто не любит. Еще и лет 50 любить не будут. Иметь с вами дело будет для любой цивилизованной страны зашкварно. Привыкайте дружить с Северной Кореей и Ираном. Террорист Стрелков рассказал расистам о том, какие в будущем будут оккупированы территории. Только есть один нюанс. И Кубань будет оккупирована, и Сочи будет оккупирована, и Крым будет оккупирована. И не только. Все, что будет вкусно, уважаемым западным и не только партнерам, все будет оккупировано. Также Стрелков ответил на вопрос, куда же делись кадыровские тикток войска. Почему пропали бравые ролики с показательными боями чеченских отрядов? Ну, потому что раньше русские одерживали победы, а чеченцы могли сниматься на фоне этих побед. Я опять же не про всех говорю. Но основная масса чеченских роликов, она снималась, когда русские взяли, потом туда приехали чеченцы и на фоне взятого сняли и сказали, это мы. А сейчас побед-то не одерживается. Сейчас надо сидеть под артиллерийским огнем и держаться под этим огнем. Какие там ролики будут? Когда руки-ноги летят в сторону, в сторону. Сейчас фактически, кроме отдельных мест, бои идут. В основном артиллерийские. И снять там красивое, ну, там, очень сложно. Любимый повар Путина, Пригожин, привез своим вагдаровским шакалам новое оружие. Новую разработку привез, да, вооружение. И надо, чтобы вы продумали, каким образом обучать, чтобы лестничный состав умел обработать. Сами изучите сначала, отработаете, разберетесь с техникой применения, да, со всеми нюансами. Передаю пока в одном экземпляре. Блин, там, наверное, какие-то новые сверхзвуковые ракеты. Или противотанковый ракетный комплекс типа джевелин. Нашим военнослужащим для истребления рашистов дают хаймарсы, джавелины, инлавы. А оркам кувалду. Они ракеты будут отбивать этой херней. Боже, какой бред. Ой, какая ж это все хуйня. Какой смысл? Певец рутом Олег Газманов, который поддерживает войну в Украине и призывает россиянцев идти добровольцами, сам на фронт идти, естественно, отказался. И вместо бахмута пацариот полетел в Дубаи. На России он орал во все горло в поддержку войны. А когда в Дубае к нему подошли два парня и начали применять ему за базар, он обосрался. Я не за войну! Пусть за войну! Пусть за войну! Ну скажи сюда! Скажи, я не за войну! Я против войны, скажи! В том же Дубае был другой российский артист, который разительно отличается от Лизаблюда Газманова. Моей жене! Моей жене! Вера! 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 Слава Украине, братан! О! О! Красавчик! Обожаю тебя! Российские депутаты и пропагандисты уже подняли кипиш и призвали объявить певца Валерия Меладзе инагентом и лишить российского гражданства за эти слова. Как помогают бездомным в нормальных странах? Кормят горячими обедами, выдают одежду, открывают приюты, где бездомные могут помыться и привести себя в порядок. Временный ночлег предоставляют. А как помогают бездомным в зазеркалье? Где вчера был кабинет психолога, сегодня звучит балалайка и частушки. Маленькая комната на втором этаже центра милосердия превратилась в концертный зал. Музыку и пение любят все, хотя подпевать не каждый решился. Мне медведь на ухо наступил. Служить, да. Фортепиано, скрипку. Что предпочитаете? Гармония нравится, потому что я русский. Агутцы, да, агутцы, лучше с ноги яиц. Я еще бы поиграл, да, устрали палец. Музыка может изменить жизнь к лучшему. В этом уверены волонтеры, музыканты Центра русской культуры. Свой концерт для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, они дали бесплатно. Музыка – это, наверное, первый инструмент для души, который может настраивать человека на любой лад. Музыка может помочь человеку встать с колен, расправить плечи и пойти с песней вперед. Украинские журналисты провели нелегкую работу и просмотрели все выпуски Коношенкова. После чего сравнили заявления Министерства обороны Российской Федерации о уничтоженных Хаймарс и реальное количество Хаймарс, поставленных в Украину. Результат оказался предсказуемым. Украине передали 20 установок, а Минобороны утверждают, что уничтожили 27. Наверное, 20 в Украине, а 7 в США. Но вата хавает. Для них это не повод не верить своим властям. Это были все новости на сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok